Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Вчера рынок провалился, о чем я и предупреждал. Посмотрите, какое видео я записывал один день назад. А это восходящий клин, о котором я говорил уже несколько недель. Внутри создается давление и выходим вниз. И посмотрите, как упали торговые объемы. В общем, вчера всех предупреждал, и сегодня это случилось. Какое падение. И действительно, биткоин выходит вниз из этого восходящего клина, о котором я уже говорил давно, может целый месяц даже, долбил об этом. И может быть-то биткоин не провалился так сильно, но альткоины просели основательно. Посмотрите, какая просадка. За вчера потерял 14-16 тысяч долларов. Это в принципе неплохо, учитывая то, что я сократил позиции перед этим падением. Но вы видите, что МСРТ минус 3,6%. Юнисвап минус 11,7%. Нужно было больше сокращаться по Юни. Это самая большая потеря на самом деле. Покет минус 6,7%. Доджкоин минус 6%. Ворлдкоин минус 9%. Хорошо, что я и по Ворлдкоину тоже сокращался. Но нужно было сокращаться больше. Биткоин уходил вниз на 65,900. И у меня стоят ордера на покупку. 2 биткоина по 63 тысячи. И 5 биткоинов по 60,250. И по доджкоину на 11 центов. И также на споте доджкоин по 12 центов. Текущая цена 0,136. И я хочу взять доджкоина. Сколько у меня там сейчас доджкоина? Примерно 5% от баланса. И если этот ордер сработает, который у меня стоит, то это будет еще плюс 10 тысяч долларов. Но уже довольно много получится. Я бы сейчас не покупал доджкоин, потому что может уйти еще ниже. Но давайте сначала детально разберем биткоин. 67 тысяч долларов. Вышел вниз из этого восходящего клина. И все еще очень низкие торговые объемы. Почему я знал, что будет биткоин падать? Почему я об этом предупреждал несколько недель? Говорил, не заходите в лонг. Все говорили, что я не прав. Основная причина, по которой я все это говорил, это торговые объемы. Это недельный таймфрейм сейчас. Каждая свеча – это одна неделя. Посмотрите, как они упали, эти объемы. 500 тысяч биткоинов. Раньше 480 тысяч. 641 тысяча биткоинов. 644 тысячи. 672. Миллион. Видите, падают торговые объемы. В половину упали. И вот почему я предупреждал об этом. Криптогурбот все еще держит сигнал на покупку, который он дал еще в феврале прошлого года. Я всех предупреждал, что биткоин будет падать. Восходящий клин, из которого биткоин вышел вниз. Обычно так и работает. Создается давление. И вниз выходим. Поэтому у меня две торговые заявки. На 63 тысячи долларов. Стоп-лосс на 62 500. И тейк-профит на 88. Пытаемся поймать разворот на этом падении. Соотношение 62-64. Риск 410 долларов. Заработать можно 25 700. С десятым плечом будете торговать, заработайте 250 тысяч долларов. И вторая торговая идея зайти ниже. На 59. Потому что там уровень поддержки. Но честно говоря, я бы открывал эти позиции только чтобы поймать отскоки. Поймали, продали. Потому что я вижу желтую трендовую линию. Эта трендовая линия тянется еще с прошлого года. И биткоин идет к этой трендовой линии. На 59 тысяч. Поэтому я и ловил бы отскоки на падениях. И торговал бы очень осторожно. Уровни поддержки на 63 тысячи. И на 59. Там у меня и стоят заявки. А также в доджкоин хочу зайти по 11 центов. И теперь давайте проверим, не стоит ли скорректировать заявки. Нужно быть уверенным, что они стоят на правильных уровнях. Я не хочу покупать, а потом наблюдать, как проседает мой торговый баланс. Доджкоин тоже отрабатывает именно так, как я и предупреждал. Здесь большой нисходящий треугольник. Многие думали, что здесь будет выходить вверх. Но я всех предупреждал. Будем выходить из этого большого нисходящего треугольника, когда пройдем 70% длины. Поэтому я ожидал этого падения. И сократил позицию по доджкоину. К сожалению, я оказался прав. Не вышел доджкоин из этого треугольника вверх. Но вышел из этого восходящего клина вниз. Ровно так, как я и предсказывал. И цель тут может быть 12 центов. Но давайте еще на недельном проверим. Сильная поддержка, я бы сказал, на доджкоине находится... Находится вот здесь. 10 центов. Там очень сильная поддержка на доджкоине. По 10. 0.106. Сильная поддержка на 0.106. Поэтому, что у меня ордер стоит на... На 12 центов. Ну давайте сделаем по 11. По 11 центов я возьму 100 тысяч доджкоинов. Это примерно на 10 тысяч долларов. Или сколько? Ну хорошо, давайте возьмем на 10 тысяч долларов по 11 центов. На 15 тысяч долларов давайте. По 11 центов. Ну или будем ловить разворот, поэтому... Давайте на 20 тысяч зайдем. Так, Юнисвап на 7.20 у меня заявка. Я там частично закрывал уже позицию по Юнисвап. Но все еще держу. Остаток. И там просадка довольно сильная. Минус 13% за вчера. И там еще было 10% раньше. На 12 долларов почти поднимался Юнисвап. И теперь 8.80. 20% падения. Но все еще Юнисвап у меня на 28 тысяч долларов. 6 тысяч потерял я на этом падении. Так что Юнисвап... Давайте посмотрим, что там брать, продавать. BNB тоже очень сильное падение. BNB тоже можно было закрывать в хороший профит, но... Уже буду держать. Ладно, Юнисвап... Сильная поддержка, я бы сказал, находится... Вот здесь. На этом уровне. Вот она поддержка. 6.70. А сейчас у меня заявка стоит... На каком уровне? По 7 долларов 20. Но поддержка на 6.75. Давайте поправим. Поставим цену... Какую? Это отменим. Давайте поставим на 6.80. И тоже возьмем на 20 тысяч долларов. Попытаемся поймать этот отскок. Так, это по Юнисвап. Что дальше? Покет на 27 тысяч долларов. Минус 7% на Покете. Ну, такое. Давайте тоже откроем график. Что я сейчас делаю? Это... Расставляю ордера. Расставляю их на сильных уровнях поддержки. Так, открыли Покет. Это... Что мы видим? Уровень поддержки находится... Вот здесь. Или даже... Вот она, поддержка. 8 центов. Может, даже и ниже уйти. Это может быть... 0.077. У меня заявка... Вообще нет у меня заявки на Покет. Держу как есть. На 27500. Минус 7%. Давайте поставим заявку на 0.077. Ну, это, конечно, падение будет не слабое. Еще там минус 30%. То есть, я сейчас держу на 27 тысяч. Тут еще 30% падения. Это минус 7 тысяч долларов. Если упадет на 0.077. Объемы... Ну, объемы тоже уменьшаются. Ну, хорошо. Я, пожалуй, закрою 50% на Покете. И поставлю ордер на покупку на 0.077. Поэтому продадим 50% или сколько? Давайте поставим ордер на продажу. На 5 тысяч долларов здесь. Продаем. И еще один ордер поставим на 5 тысяч долларов. Продаем. Таким образом, сокращаю позицию по Покету. И поставлю заявку на покупку по 0.077. И возьмем мы Покета на сколько? 15 тысяч долларов. Или нет? Продаю на 10 тысяч. А покупаю. Да, на 15 тысяч. По 0.077. На 15 тысяч долларов. По 0.077. Готово. И что еще мы можем сделать? USDT, MCRT, Bitcoin, Uni. Можно было, конечно, и по Биткоину сократиться. Но уже так просил Биткоин. Так что зайду уже на Биткоине в лонг. На деривативах. Биткоин можно было продать раньше. По Юнисвап сильная просадка на Покете тоже. Доджкоин. Ворлдкоин тоже падает, но там я сократил позицию уже раньше. Перед этим падением. И это прекрасно. Потому что я знал, что все будет падать. Я предупреждал. Сократился я на Ворлдкоине. Потому что я предвидел это падение. Я продал его по 5 долларов. Очень сильно упал Ворлдкоин. Идет к желтой трендовой линии. И сильная поддержка на Ворлдкоине находится на 2.90. В Ворлдкоина у меня на 14 тысяч. Стоит заявка по 3 доллара. Да, все правильно. По 3 доллара я возьму 6 тысяч монет. Ну что ж, на этом на сегодня все. Под видео есть полезные ссылки. На Бабит регистрируйтесь. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. Но для этого нужно выполнить все необходимые условия. Также можно торговать на BingEx, на Binance. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. И 3. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Я всех предупреждал несколько недель об этом падении. И я буквально продал все на вершине. Я вам покажу видео. 180 тысяч долларов профита. И я закрываю эту позицию в прибыль. Поставлю рыночный ордер. Я закрываю эту позицию с прибылью 180 тысяч долларов. Закрываем. Я предсказал этот разворот еще в марте. А затем несколько недель подряд я предупреждал, что будет падение. В марте я закрылся с прибылью. А потом все упало. На 50-70%. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик, смотрите мои видео. Да, у меня борода. Да, я только что проснулся. Но это ваш личный выбор, парит вас это или нет. Я миллионер. Всем хорошего дня. Смотрите мои видео. Учитесь на них. Я их записываю уже 4 года каждый день. И я всех предупреждал. А что я сейчас делаю, это ищу уровни поддержки, от которых можно зайти. И многие альткоины уже подходят на уровни поддержки. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра.